30 марта Чернобыльскую атомную электростанцию посетила посол Франции Изабель Дюмон. Во время визита госпожу Изабель Дюмон сопровождали генеральный директор ГСПЧС Игорь Грамоткин и председатель госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук. В макетном зале АБК-1 генеральный директор подробно информировал госпожу посла о текущем состоянии дел на промплощадке Чернобыльской атомной электростанции, о задачах, которые решает коллектив предприятия. Затем гости посетили смотровой павильон объекта укрытия, где ознакомились с основными вехами возведения укрытия, с проектами, которые уже реализованы для поддержания объекта укрытия в безопасном состоянии. При посещении зоны свободного доступа монтажа арки генеральный директор ГСПЧС Игорь Грамоткин подчеркнул важность проекта строительства НБК, отдельно напомнив, что его успешная реализация не в последнюю очередь зависит от того, что на площадке сборки арки удалось достичь взаимопонимания, а значит и плодотворного сотрудничества между всеми участниками этого сложного и длительного процесса. Он также отметил, что Чернобыльская атомная электростанция и ее руководство, а также весь персонал всегда открыты для сотрудничества. Посол Франции Забель Дюмон также встретилась с представителями французской компании Наварка, главным подрядчиком проекта по строительству нового безопасного конфайминга, в финансировании которого вместе с Францией приняли участие 28 стран мира. В завершении визита госпожа Дюмон подчеркнула, что последствия Чернобыльской катастрофы и усилия, предпринятые для их ликвидации, напоминают миру, насколько важную роль играет безопасность при использовании атомной энергии. Франция плодотворно и планомерно сотрудничает с Украиной в реализации проектов, которые направлены на преобразование объекта укрытия в безопасное состояние. Объединение на ресурсах с боку крайне-контрибуторов позволило реализовать этот колоссальный и довготривальный проект. Отриманные на сегодня результаты осуществляют успешное втяжение этого проекта международного уровня. Арку будет незабаром завершено и введено в эксплуатацию в листопаде 2017 года. Я очень рада, что в таком способе Франция делает свой внесок, чтобы помочь Украине поделать последствия этой шахливой катастрофы и населения. С руководством Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждений и руководством ЧАЭС госпожа Дюмон выразила удовлетворение украинским вкладам в проект реализации строительства нового безопасного конфермента.